Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев встретился с волонтерами, которые в конце февраля по зову сердца организовали масштабную спасательную операцию по вызволению людей снежного плена. 90 магнитогорцев на своих внедорожниках обеспечивали пострадавших теплыми вещами, горячим чаем, вывозили из ловушки детей, вытаскивали автомобили, застрявшие в снегу на трассе. Виталий Бахметьев поблагодарил волонтеров и вручил им подарки. Андрей Котов – спасатель по профессии, волонтер по призванию. Он один из тех, кто вызволял людей из снежного плена. Напомню, 23 февраля на Южный Урал обрушилась снежная буря, на трассах образовался коллапс. В плену оказались сотни автомобилистов, которые не смогли в тот день добраться домой, дороги замело. В некоторых районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда люди с просьбой о помощи буквально засыпали в соцсети. Андрей и его товарищи, владельцы внедорожников, отправились на подмогу. Собралось больше десятка автомобилей. Первый день мы ездили к озеру Соленое, в том районе по дороге на Банное. Там был очень сильный ветер, была метель, видимость была практически нулевая. То есть ехали потихоньку, через снежные переметы пробивались. В районе деревни Самарское нашли группу машин, где наиболее больше застрявших машин было. В первую очередь собрали из машин детей с матерями, с женщинами. Посадили уже конкретно ко мне в машину, передавали детей, отвозили в город. Спасательная операция продолжилась и на следующий день. Волонтеры вернулись с основной работы, взяли теплые вещи, запаслись провизией и поехали в сторону Астраленко. Попались нам на встречу сотрудники полиции. Они указали информацию, что в поселке Астраленском находятся люди в пункте временного содержания. И что необходимо найти там водителей, которые машины застряли, были брошены по трассе. Что нужно этих водителей найти, помочь откопать машины, чтобы дальше могла пройтись некая уборочная техника. Поблагодарить волонтеров лично решил депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев. Он пригласил водителей, которые участвовали в спасательной операции. Ну а вы как все-таки нашли в себе силы выехать и помогать людям, которые вы там нуждались, вытаскивали их, спасали их там, где это было необходимо. Подскажите, как это все происходило? Кто вас собрал? Кто-то же был инициатором собраться? Да, инициатором была общая идея. То есть в течение дня в социальных сетях люди писали, вот мы здесь застряли, указывали свое место, помогите. Потом к вечеру больше и больше сообщений было, уже начали появляться сообщения. У нас там семья застряла, там находятся маленькие дети, помогите хотя бы детей эвакуировать. Ну и со всеми списались, оперативно собрались уже на выезде из города. Волонтеры рассказывали, как забирали людей с пункта временного содержания, довозили до города на своих внедорожниках, как откапывали и помогали водителям реанимировать автомобили, стоявшие вдоль трассы. Виталий Бахметьев поблагодарил добровольцев за их неравнодушие и мужественность и добавил, что двери его приемной всегда открыты, можно обращаться по любым вопросам. А в итоге встречи депутат вручил волонтерам благодарственные письма и небольшие презенты.